Переступая порог арт-пространства библиотеки имени Пушкина, первое, что притягивает взгляд как магнит, яркие и эффектные картины. Все они созданы маэстро Анатолием Мелиховцом, человека, в жизни которого всегда была живопись, но только 10 лет назад он начал заниматься ею активно. И теперь каждый год радует нас своими новыми творениями. Персональная выставка фигуративной живописи мыслью образно доставила брестскому зрителю очередную порцию визуального удовольствия. Что такое фигуратив в моем понимании? Я скажу, что это образы, образы людей, животных, они где-то более похожи, где-то просто так унифицированы. И идея возникла, когда предложили здесь делать выставку, идея возникла практически сразу, потому что эти работы мало в Бресте выставлялись. Работы были, то есть не пришлось дописывать в догонку. Единственное, сложно было выбрать, какие работы именно на выставку попадут. Это складывать такую мозаику или лего цветовое. Они каждая по-своему индивидуально, каждая со своей харизмой, со своей энергетикой. Все это, сложить этот пазл в выставку, вот для меня это было одним таким действием сложным. Но с этой задачей художник успешно справился. Да, каждая картина имеет свою харизму, цветовую гамму и историю. Но работы гармонично вписались в общую картину, и зрителю казалось, что так и должно было быть. Рассматривая фигуративные работы, увлекаясь историей, написанной художником, время будто замедлялось. Удивляло и поразительное сходство одной из работ брестского мастера с гостей творческого вечера. Это был портрет супруги Анатолия Мелиховца, Елены. На этой выставке впервые выставляется портрет, который был посвящен мне. Анатолий нарисовал его к моему дню рождения. Он решил сделать мне такой необычный подарок. Портрет меня просто удивил, потому что, наверное, себя не очень часто видишь со стороны. А здесь я увидела портрет. Я в этом портрете увидела маму свою, папу своего, сестру свою. И я поняла, насколько они мне все близки именно благодаря этому портрету. Именно с него все и началось. Анатолий Мелиховец решил пробовать себя в новом жанре. И спустя семь лет собралась целая выставка. Посмотреть результат кропотливого труда и самостоятельно оценить мастерство художника можно будет до 31 июля в артпространстве библиотеки имени Пушкина. Продолжение следует...